так всем привет продолжаем наше знакомство с блендером сегодня рассмотрим вот это менюшку вот то есть как манипулировать объекты да то есть опорные точки как вращать до относительно чего это происходит какие координаты есть и так далее так для начала помним есть объект есть днем опорная точка вернее даже контейнеры у него опорная точка это есть начало как бы его координаты относительно этой точечки до называют ее там пиво там опорной точкой по-разному в общем происходят всякие вращения масштабирования нажимаю там и вращаем относительно этой точки вот эту точку можно двигать для любителей 3d макса до появилась возможность ее из вот этого меню двигать быстренько да есть галка origin вот когда вы ее включаете то есть у вас манипулятор передвигает эту опорную точку вот например передвинули опять отжали кнопочку кстати для этого по моему горячая клавиша control и . видим переходим в режим управления пиво там передвинули да вот отсюда вот теперь все это вращение происходит также да то есть вот этой опорной точкой можно управлять меню с этой джин и вот есть несколько а там пунктиков самое часто там используется чего на 3 ту origin да то есть относительно где стоял origin передвинулась геометрия туда вот если я ее сейчас опять изменю вот origin то следующий пунктик origin to geometry да то есть по серединке и есть еще тут пунктик origin to 3d курсор да где находится 3d курсор где вы его поставите вот там и будет появляться относительно это . да вот она появилась также это меню вылазит если нажать добывать не есть менюшка с это origin отсюда вам нужно все это дело выбирать также у 3d курсора есть своя меню если вы нажмете shift с буковки так shift с если нажимаете да вылазит наш киши меню опять же сама часто используем курсор ту selected или selection to курсор да то есть если я сейчас например сброшу его джон и 3 лодка курсор здесь shift с нажали selection to курсор он сюда выделение переместилось или же да нам нужно установить 3d курсор куда-то он будет перемещаться в опорную точку на курсор ту selection вот остальные в принципе я даже и рассматривать пока не буду да я их и не использую вот чаще всего вот с этими работаю остальные но можно как бы попробовать потыкать до самым эффектным эффективным способом обучения является как бы поисковый аналитический когда вы сами ищите запоминаете пробуете у вас тогда как бы максимум знаний появляется вот так да то есть дальше это первое как можно управлять этой точкой также ей можно управлять из режима редактирования если вы перейдете в edit mode да то есть тут в edit mode вы можете редактировать вершины ребра и грани или фейсы вот то если вы выделите а выделить это нажать надо а выделить все и перетащите да то есть мы в режиме редактирования будто наш контейнер это сумка мы залезли в сумку все там перемешали мы сумка остается сумкой до ручки и и в одном месте ничего не произошло вышли опять до схватили сумку и мы опять в опорной точке то есть там если внутри мы и мэш раз дублируем у нас все равно остался один контейнер который называется куб а и тут мы с ним работать также опять для тех кто с макса дату в блендере нет по умолчанию никаких инструментов по выравниванию да допустим если у меня есть несколько таких вот объектов дата выровнять у меня их в общем не получится можно там аддон и поставить да и тогда будет как бы не знаю проще но опять же необходимости в нем никогда не было вот потому что мы можем ну например а я сейчас выделю несколько объектов если я нажму с там и нажму и к 100 по какой-то оси я масштабирую именно эти элементы да то есть я контейнер и масштабирую но если вы перейдете вот сюда и поставите галочку на локейшн дата масштабировать вы теперь будете только эти опорные точки да то есть если я теперь нажму например с x0 то они все на одной оси выравняются также например с y0 да и теперь все кубики в кубиках так ну и давайте по чуть-чуть до первое например 3d курсор опять же теперь думаю там понимаем что это полезная вещь а особенно когда мы кликаем по объекту он появляется непосредственно на поверхности объекта и изначально он появляется своими у него как видите тоже есть оси относительно вида да то есть если я вот тут сейчас кликнул видите я вижу перекрестие только это вот и больше тех оси не вижу да то есть он становится относительно вида это вы можете изменить если перейдете в меню курсор вот тут на рентейшн да то есть можно сбросить но он и если shift си нажмете да то есть он как установится потом также кликтикаете он никак не переворачивается вот так же можно минимум view относительно вида он теперь становится можно перейти transform это будет относительно становиться как бы ну наших глобальных осей и джон и 3 на это если а например прокручу сейчас прокручу кубик и поставлю дату он теперь относительно осей кубика становится для чего это вот опять же например вот у нас есть как его координаты по умолчанию стоят глобально если я тут выберу 3d курсор дата мои манипуляторы станут относительно как бы 3d курсора а там бывает удобно для чего там например поставили курсорчик на кубик так только поставили как бы на кубик и теперь добавим объект тот же самый кубик но в настройках его укажем что не по моим мировым координатам относительно 3d курсора да и у него он получает как бы те же пусть в принципе может быть полезно так это по 3d курсору вот далее глобальная координаты ну понятно все объекты изначально появляются как раз с ними когда вы начинаете что-то изменять в объекте тогда у него есть локальный и вот они меняются ну и понятно да объект покрутили покрутили этот объект куда-то и у него у каждого объекта будут свои локальные координаты вы например можете взять координаты какого-то объекта и нажать вот здесь плюсик и также теперь появится да будут использоваться например для других различных элементов те же самые координаты а как и у этого кубика вот он их запомнил уже до кубики я даже вращаю они уже остаются то есть первоначально принял положение и пошло так потом ну нормально это мы чуть позже джимбл от реально вообще не знаю что это такое ли для чего это надо вот что с этими координатами как они работают никогда не было в них необходимости да если вы там посмотрите как-то по сети становятся вот реально я не знаю для чего и в общем не стесняюсь этого так дальше view ну тут все понятно да координат у нас всегда вот относительно вида то есть как вид оси x y и у нас точно так же вот так теперь вот следующий момент интересные да сейчас мы добавим несколько 5 кубиков шип д x сразу нажму а теперь наверное новое сочетание shift r это повторить последнюю операцию это же можно найти по моему вот здесь любит класт доведите шифтер вот и повторили вот и теперь до точки вращения так вот первая кстати вот это bonding box центр это если вы к примеру берете какие-то элементы да вот у вас есть он по сути блендер там рисует себе какую-то рамку до ограничительную такую находит в ней центр и относительно этого центра будет уже все вращать давайте выберем выберем эти три элемента вот но где-то так вот сейчас сотрем это все так теперь выберем median point да тут он видите вы находит как бы среднюю точку по сути типа рисует между центрами что-то и у этой фигуры находит центр и это становится точкой вращения масштабирования вот все тоже как бы достаточно просто так следующее так индивидуал origin а ну 3d курсор да тут вроде бы все понятно там где будет 3d курсор у нас расположен относительно него будут происходить вращение или масштабирования media point это то что я сказал стоит по умолчанию убирается средняя точка относительно пивотов и происходит вращение вот еще такая штука есть как активный элемент в блендере последний выделенный элемент это является активным элементом если вы меняете какие-то ему настройки да например там что примутом поменять допустим viewport display попробуем изменить цвет и вот здесь выберем что object видите то есть меняется только у последнего выделенного вот и он является активным соответственно если вы выбрали этот пункт то у нас происходит относительно него опять кликнули на этот вращение относительно этого элемента этот носительные опять же да используется эта штука от частенько например для выравнивания надо выделить например мне относительно вот этого кубика по оси x до элемент я их выделил зашли вот сюда вставили location нажали с y 0 и они короче вы равной вы равнялись так ну вроде бы с этими понятно привязки до привязки в блендере опять же вот это да когда мы их активируем горячая клавиша shift up по моему тоже я так делаю это редко используется там в основном привет топологии постоянное включение то есть по привязке мы уже их включали с вами когда вы двигаете объекты зажимаете control у вас вот начинается привязка к сетке вот то же самое в принципе вы можете активировать магнитик нажали g и видим тоже идет привязка к сетке и сейчас привязка идет относительная да то есть сейчас у нас метры стоят на нажал g и клац но на один метр у нас происходит перемещение можете это просмотреть вот в этом меню видите метры да то есть относительно если вы хотите абсолютно привязывать к сетке надо активировать эту галку а теперь вот у нас по сеточке едет опять же там хорошо когда рисовать там стенки вот ну вот это редко использую так и наверное пока что да вы можете как бы поэкспериментировать здесь в принципе все как бы понятно что будет на текущий момент используется это привязка к вершинам и например да как она осуществляется вот я подъехал нажал g зажимаю контру до навел привязался ними опять же нажимают же подвел привязался элемент тут важно тут стоит по умолчанию вот эта штучка класса да чем привязывать это как бы ближайшей точкой да то есть вот и есть как бы тут вершина тут вершина нажимаем g удержим контру он ей привязывать если вам надо как бы наоборот сначала перетащили вот теперь тут ближайшая . опять зажали нажали g зажали контру вот привязали то же самое можно делать хватаясь за манипулятор так опять же ближними точками он схватился за их схватили до навели на нужную точку вот он опять же привязался так например тут опять нажмем g контру ближайшие да например зале изменили этой точкой будет вот это к этой же контру привязался так как то как то так вот ну там опять же привязки к эджам в принципе схватились да вот где попало да это ребро вот ну например на ближайшие схватили за y все к ребру привязали неважно . главное чтоб они соприкасались там к фейсом это мы будем там двигаться по поверхности а ведь я control зажимаю и он у нас вот по поверхности . привязывается ну покажу потом чуть-чуть когда уже будем там стульчик делать ему ретопологию это понадобится и тогда вы как раз там и поймете для чего вот так же там для объема можно центральные точки и угловые в этих все как бы как о надобности да когда нужно будет вот эти вот элементы я опять скажу так теперь следующая да вот это вот кстати самый такой прикольный режим вы наверно видели да вот заставочка такая вот с помощью него она и сделано это как пропорциональное редактирование активируется по горячей клавиши о а кстати для вот этих менюшек опять же есть горячие клавиши по моему если вы будете нажимать на клавиатуре запятую да у вас будут выбираться именно координаты да давайте поставим на глобальный если будете нажимать точку у вас будут вот выбираться до точки вращения масштабирования привязки видите shift up активируется о чем она активируется сейчас какая-то тоже была горячая клавиша не помню ну ладно да это менее используемая не так прям и нужно ну какая-то горячая есть не помню так теперь да вот пропорциональное редактирование например скопируют кубиков несколько вот это как бы зависимость да то есть вот у нас есть спад такой включаем его если вот сейчас нажму g видите появился кружок такой это то есть степень степень влияния его можно редактировать колесиком вращаю на колесико туда-сюда и у нас меняется масштаб как бы этой кисти и вот видите это влияние давайте еще например лучше видно например выделяя этот кубик видите какая сглаженная да у нас кривая нажимать же и по такой кривой они перемещаются выберу там тип другой спада нажму g опять вот так перемещаются ну и опять же трендом очень интересная штука да то есть рандомно перемещается вот с этим как раз можно поэкспериментировать и как бы сделать какую-то даже какую-то нашу первую работу первое добавлю к примеру сцену торт нажму rx 90 крутится видеть что тут локишин это стоит rx 90 есть покрутил к примеру к вот этой штуке сейчас возьму добавлю модификатор subdivision который каждый полигон поделить на четыре части и тут с подразделением к примеру 2 и выберу apply применить модификатор о них мы тоже еще поговорим вот если кто использует blender 283 там будет просто кнопочка apply тут же надо будет выбрать или нажать это сочетание есть так шейдинг да мы видим что он такой из клеточек хотелось бы чтобы он был сглажен возьмем в менюшке object нажмем шеет смуз и вот сглажен так теперь этот объект разрушил вот тут как раз таки опять будет с чем поиграться да то есть поиграться с какими-то объектами манипуляциями то есть потихоньку начать влюбляться в блендер перейдем в preference и активируем аддон сэл фрактур пишем да цел нажимаем галочку сохраняем после чего частицы мы их тоже обязательно затронем но тут просто нужно нажать плюсик в данный момент и забыть в общем о этой вкладке а дальше мы идем объекты быстрые эффекты и выбираем сел фрактур вот тут и написано что то есть подразделение разбиение будет осуществляться с помощью частиц сделаем там 200 кусков не будем разделять их и нажмем ok вот и наш объект как бы побьется на кусочки так на разбился тут когда вы так делаете у вас объект этот остается и появляется еще я один уберу вот какие то есть артефактики вот и сделали у нас появилось очень много разных кусочков да мы видим опять же шейдинг не очень такой хорошенький нажму слэш да то есть у нас не помечены как бы грани которые должны сглаживаться которые не должны сглаживаться и должны быть как бы острыми вот чтобы есть косячки какие-то опорные точки объекта нет удалю вот чтобы этого как бы избежать нам нужно для объекта вот в этом меню данных поставить одну галочку да что сглаживать только там до угла 30 градусов свыше считать уже острые грани и видим да сейчас нашему слышу появились острые грани и сглажены верну назад так теперь пока сниму галочку выделяем все нажимаем галочку и у тут нас ждет разочарование да то о чем я говорил только сгладился активный элемент в блендере можно зажать это точно работает в 29 не знаю 283 проверьте вот если вы зажмете alt и кликните эту кнопку да тогда этот эффект применится к всем выделенным объектом дает теперь у нас некоторые дачу ты не выделились зажму есть все нормально так а теперь например я этих объектов опять не выделилась выделять в блендере нужно или ставить галочку вот это как x-ray да тогда мы точно будем все выделять опять сами сделаю вот или же переходить я уже об этом говорил в прозрачный режим не легче так 6 нажал все выделил теперь точно все работает вот да и все эти элементы сделали дальше к примеру возьму shift y и например шифтер по копирую этих элементов несколько штук вот опять же да вы можете поиграться пока что смуз например нажимать же да видим что происходит опять же крутим колесико мыши да и меняем радиус этого эффекта вот и что тут интересно давайте я вот эти вот это тут выделю нажму слэш остальные спрятались вот выделил этот объект кстати опять не целиком почему-то тогда где-то что-то я камешки при копировании опять выделил не все где-то что-то потерял свой счет с этим к примеру объекта покажу да то есть с масштабируем смотрите уже какой-то прикольный эффект g куда-то оттащили да тут что-то сделали смасштабировали сделали так к примеру или давайте отменим а еще эффект прикольненький когда вы выбираете к примеру индивидуал оригин а я вот за это то не я же сказал индивидуал что это значит это значит что каждый объект например будет вращаться или масштабироваться относительно своей оси да и тут если мы его выберем например включим тоже пропорциональное редактирование а можно сделать так меньше тут что-то сделать потом нажмем же выберем g сюда потянем сделаем что-то такое ну и в общем сейчас по включаю все вот тут можно поиграться можно включить рендом так сделали какие-то такие кольца потом внутрь этих кольцев колец нужно установить от камеру камеру из вида можно сделать нажатие в клавишу control alt 0 поставили камеру к примеру размеры этой камеры нажимаем на принтер я сделаю тысячу на тысячу вот камеру можете перейти немножко там пошевелить на выровнять ее не забывайте вот это отключать хотя иногда можно и не отключать она попробуем поставить лампочку взять это включить и протянуть g y сильно поехала но могу эффект этот чуть колесиком покрутить баба и лампочку сюда перейти на еще они куда-то передвинулись к примеру так ну тут у вас для творчества будет время да то есть разрушить можно совершенно в общем любой объект нажимая 0 я перехожу на вид из камеры появились такие колечки к примеру теперь так перейдем в режим уже рендеринга нажимаю вот эту пиктограммку зашел сюда нажму 0 вид из камеры к примеру лампочка далее горюша у каждого объекта есть данные и у лампочки теперь свои там например сделаем тысяч 5 яркость вот может больше возможно цвет можно какой-то изменить как-то пока не очень выглядит пойдем в настройки рендеринга включен тут галку ambient occlusion включен blue вот screen space reflection пока думаю хватит пойду еще наверно там на тысяч 10 сделаем вот да уже засияло теперь можем для нашей сцены добавить такого себе тумана вот из таймлайна я пока возьму сделаю шейд эдитар до с этой штукой мы будем работать когда будем знакомиться с материалами вот сейчас мы видим что материалов никаких нет вот у камней но я выберу не камни а выберу вам даже ничего не выбирать мне нужно изменить мир и вот он наш мир описан вот такими нодами да то есть background и тут мы можем менять также это можно делать вот из этой менюшки да то есть цвет нашего окружения и как бы степень воздействия этом сильнее светит меньше светит вот уберем чуть-чуть вот и также возьму нажму шифтери и добавлю сюда шейдер волиум скаттер и добавим его на волю да все потухло потухло ну потому что сильно большая плотность нашего тумана вот тут 0 1 на я на постах где-то так да видно что в блендере объем на вот это свечение видно прям во вьюпорте круто так нолик вид из камеры о отлично да такой туманчик тут можете опять же поиграться разными значениями мы сделали что-то такое и к примеру можно взять и анимировать камеру да помните я там как-то показывал да если в поле ввести диез их и фрейм например я хочу чтобы камера ехала по чуть-чуть по оси y так как это можно сделать быстро без всяких ключевых кадров есть ось y видим ее значения на давайте чуть наверное там к четырем метрам подъеду поставлю минус 4 а почему минус 4 потому что от нулевой координаты мы едем в обратную сторону потому и минус 4 и допустим я беру ставлю здесь диез штуку и нажимаю enter видите поле стало красненьким и поставлю значение минус 4 да то есть вот она здесь и теперь я каждый кадр хочу приплюсовывать какое-то значение да то есть чтоб камера перемещалась поэтому напишу плюс фрейм значит каждый кадр ну как бы единица один метр это будет как бы сильно быстро до улетела камера я нажимаю пробел и меня кстати давайте таймлайн покажу можно пробел можно вот эту кнопку нажимать все зависит от того что выбрали когда блендер открыли первый раз также стрелкой shift и стрелка влево вправо будет переходить в конец в первый кадр или в последний вот и хочу чтоб не так быстро двигалась поэтому наверно фрейм еще разделю там на 20 попробую а теперь камера ползет нормально ну и 0 нажимая переходим вид из камеры нажимаю play да и полетели можно еще тут конечно все там пошевелить но уже да есть какая-то заставочка если вдруг вы захотите это отрендерить там и поделиться с тем что у вас получилось тогда нажимаем на принтер выбираем директорию в которой будем сохранять например пусть это у меня будет рабочий стол вот выбираем формат ffp видео выберу энкодинг ну выберем mp4 вот мкв не надо нам здесь high quality да и все если вы теперь нажмете render render animation у вас начнут как бы побегут вот эти вот фреймы до кадр за кадром у вас будет рендериться изображение я сейчас там например там кадров 20 подожду не буду долго ждать и остановлю это видео остановлю вернее не видео рендеринг а просто нажатием закрыть окно и все вот она его в ю порте можно за этим понаблюдать кстати вы также сам аж можете по моему и от viewport render animation быстрее побежала тут мы видим лампочки забыли нажать спрятать все так ну короче останавливаю видео у нас создалось а ну там не все кадры но сколько то есть да какая-то штука получилось а также там изменяет цвет лампочки да вы можете добиваться как бы разных эффектов яркость лампочки и тому подобное опять же цвет volume скеттер цвет бэкграунда нашего а все можно изменять в общем пробуйте до играетесь продолжайте манипулировать объектами пальчики привыкают дальше дальше будем делать стены вот и наверное первое я запишу урок по скетчапу опять же так ускоренном режиме паша задают там на вопросы это что-то стены не прорезаются строить то двери не прорезается то окна то импортировать не могут все вроде бы неплохо импортируется вот следующем уроке покажу так что всем пока до следующего урока